Поэтому, если что, реквизиты каких-то постановлений можете сильно не записывать, просто потом скачать саму презентацию. Я вкратце затрону некоторые вопросы касательно регистрации, то, на чем коллеги не останавливаются, или то, где есть региональная специфика. Потому что в Москве, например, единая налоговая выдает в том числе и коды статистики, а в других регионах, например, не выдает. Ну и вот на этих моментах где-то буду останавливаться. Значит, первое, что вам нужно знать, это вот этот приказ ФНС о порядке заполнения форум на регистрацию. Значит, самые основные моменты какие? На сайте налог.ру, как вам уже говорили, есть программа, по которой можно заполнять эти форумы, либо в Excel-вском формате, либо вот к этому приказу ФНС можно приложение скачать и заполнять. Значит, основные моменты по заполнению, что нужно иметь в виду? Форум заполняется в печатном виде, на компьютере распечатываются все документы, которые сдаются на регистрацию, если даже нельзя сдавать двухсторонних документов. Например, если у вас протокол на двух листах, да, вы его на одном листе с двух сторон не печатаете. Вы его печатаете на двух страницах, сшиваете и сдаёте. Ну, такие вот нюансы. Далее, значит, у нас заявителями при государственной регистрации юридических лиц будут являться все учредители. Соответственно, все учредители должны заверить заявление на регистрацию. Значит, и устав все заявители с обратной стороны на сшивке подписывают. Протокол достаточно подписывать председателем-секретарем для сдачи документов. Значит, далее региональные особенности. Как у вас будет выстроено, тоже надо будет посмотреть. Есть регионы, где в городе или в области есть одна инспекция, которая регистрирующая орган. Например, как в Москве, да, 46-я налоговая. У нас, например, в Свердловской области выстроено по-другому. У нас каждый район регистрирует предприятия, которые находятся на его территории. Соответственно, у нас регистрирующих органов в городе 7. Значит, если закон о госрегистрации, у нас предусматривает несколько вариантов отказа. Первый отказ – неполный комплект документов. Второй отказ – не в тот орган. Второе основание для отказа. Соответственно, вы очень внимательно должны определять, в какой орган вы сдаете документы на регистрацию. Затем, например, у нас в регионе и тоже в большинстве регионов Российской Федерации, получив документы из налоговой, то есть свидетельство и свидетельство о постановке на учет с уставом, вы дальше самостоятельно идете в облстат, получаете коды статистики. Только в Москве коды статистики выдается в налоговой. В других регионах это нужно делать самостоятельно. Далее. После открытия расчетного счета. До 2 мая, если ваш счет открыт, вы должны сами уведомить налоговую в течение 7 дней. Что со 2 мая меняется? На сегодняшний день у нас есть закон, федеральный закон номер 52 от 2 апреля 2014 года, который вносит изменения, и он вступает в силу со 2 мая. В этом законе указано, что уведомления в открытии расчетных счетов самим предпринимателям, либо юридическим институтом уже не производится. Достаточно только банка. Но до 2 мая вы уведомляете налоговую, вы уведомляете фонды об открытии расчетного счета. Фонды тоже, да. Пенсионные фонды, фонды, фонды социальных страхований. А после 2 мая фонды уйдут? Нет. После 2 мая. Вот этот момент. Я просто ушла, не слышала, консентировали коллеги или нет. После 2 мая ситуация меняется. Дальше. Тоже слышала вопрос, прокомментирую, потому что, может быть, мой ответ будет чем-то отличаться. По поводу того, должен ли ИПшник вставать фонды. Значит, общее правило для юридических ИПшников, что все фонды автоматически налогово отправляют сведения, а вы потом по почтовому адресу получаете уведомление. Значит, ИПшник должен отдельно, самостоятельно встать на учет в фондах, в случае, если у него появляются работники. То есть он дополнительно встает самостоятельно, как работодатель. Пока у него работников нет, это все делает налогово автоматически. Как только у него появляются работники, он встает на учет уже как работодатель. То есть вот этот нюанс нужно отметить, если у вас появляются работники, у ИПшника. А у юрлица там все автоматически. Дальше, значит, по юридическому адресу, например, вчера в Симпером прибыло очень много вопросов по юридическому адресу. Поэтому прокомментирую. Значит, у нас один из вопросов. Если читать гражданский кодекс, там указано, что в уставе юридического лица достаточно указания на муниципалитет, где находим на муниципальном названии, в котором действует общество. То есть формально получается, что указываем город Севастополь, и уже дальше мы не пишем улицу и номер дома. Номер дома и улицу мы указываем только в заявлении на регистрацию юридического лица. Соответственно, только в Угрюле он у нас числится. Если у нас адрес меняется, то мы в судах изменения не должны быть. Вот в этом постановлении вас, ссылка на которое здесь указана, тоже указана именно такая позиция. Но на практике, мы причем делали обращение в наше управление Церковской области, мы делали запросы, они сказали, нет, все равно нужно указывать с точностью до офиса. Вот. Поэтому, несмотря на то, что судебная позиция обозначена, что можно указывать в уставе только город. На практике рекомендуется все равно указывать все до офиса. Причем вот по практике нашей Церковской области, по другим регионам, где мы работаем, указывать нужно именно с учетом офиса. То есть недостаточно указывать только строение, ну, дом, например, и корпус. Если у помещения нет как такового офиса, ну, например, это подвальное помещение, либо помещение на первом этаже с отдельным входом, и у него, ну, вот, скажем так, это не офис, да, с номером в каком-то бизнес-центре, мы указываем на один из номеров помещений, которые указаны на свидетельство о праве собственности. Потому что на свидетельство о праве собственности всегда указаны какие-то помещения. Ну, там, может быть, их несколько, да, номера. Вот у нас практика однозначная. Почему? Потому что налоговые органы на сегодняшний день проверяют достоверность сведений по юридическому адресу. Значит, потому что у нас даже в Гражданской кодексе законов о регистрации были отнесены изменения в конце того года. Одно из, появилось дополнительное основание для отказа от государственной регистрации, это предоставление недостоверных сведений по адресу предприятия. Об адресе предприятия. Налоговая, например, в тех регионах, где мы работаем, она выезжает на адрес, производит акт обследования, находится ли здесь юридическое лицо или нет. Для того, чтобы акт был положительный, достаточно вывески, либо каких-то лиц, которые подтвердят, что помещение будет такая-то организация, и также устанавливает налоговую связь с собственником. То есть, либо звонит ему по телефону, либо на месте его он находит, и уточняет, точно ли он согласен с тем, что данное юридическое лицо будет размещаться, и точно ли будет договор о нем до них. Это проверяется очень точно, и причем у нас периодически возникает, несмотря на то, что мы уже, скажем так, собаку на этом съели, все равно бывают отказы. На том основании, например, налоговый орган не нашел офис. Ну вот, например, как раз, как в тех случаях, когда подвали помещение. Я говорю, если дома вышел, не нашел вас. А у нас в общество только создается, в подвале еще ремонт, вывеску там они листочек прикрепили, ведь ему ветром сорвало. Вот, собственнику не позвонили, просто дома вышли, мы говорим, не нашли вас. Все. И как бы не точно, отказ. Ну, мы, конечно, приходим, объясняем, ну, сдавайте еще раз. Ну, или уходите, обжалуйте в суд, ну, там, через два месяца, когда мы вас зарегистрируем. Поэтому очень-очень детально. При том, вот в этом постановлении у вас написано, что не требуется сдача документов, подтверждающих, ну, там, не требуется сдача документов по адресу, ну, каких-то подтверждающих. Но на практике рекомендуется, очень настоятельно рекомендуется, сдавать при создании гарантийное письмо от собственника с приложением свидетельства о праве собственности. Значит, гарантийное письмо от собственника в свободной форме, смысл его какой? Что я собственник, там, фамилия, отчество или, там, юридическое лицо гарантирую заключение договора аренды после создания такого-то общества, не возражая против его регистрации по этому адресу и указания в качестве юридического адреса. То есть, ну, вот, воля изъявления собственника должно быть в письменной форме. Также допускается в Российской Федерации регистрация по домашнему адресу от руководителя. Значит, в таких случаях руководитель должен быть собственником помещения, либо там прописан, и собственники помещения должны дать ему такое же гарантийное письмо. Все от собственники. То есть, если, например, это совместная собственность супругов, и там свидетельство указано два супруга, то, соответственно, ему нужно от супруги получить догласие, что она не против, что данный адрес будет указан в качестве юридического адреса для юридического лица. Далее, если вы, например, зарегистрировались по месту жительства, а деятельность компания начинает вести, это касательно юридических лиц, деятельность компания начинает вести на территории другого территориального налогового органа. Например, по городам. Например, вы живете в городе Севастополь, здесь зарегистрировали компанию, а вы работаете в Симперополе. Значит, тогда в Симперополе у вас должно появиться обособленное подразделение, и вы должны поставить его на учет, как обособленное подразделение. Поэтому тут нужно очень внимательно, потому что, как я слышала вчера, разговаривала с коллегами, с юристами, в основном на Украине регистрировались по домашнему адресу директора. Соответственно, если эту же практику вести дальше, то нужно понимать, что если вы в другом территориальном органе, налоговом, то есть если на районы у вас, например, налоговые будут делиться, то есть если вы даже в разных районах будете работать, то вам надо создавать аналоговое подразделение. Почему? Потому что по месту нахождения обособленного подразделения уплачиваются налоги на сотрудников, на НДФЛ и там часть прибыли, если вы будете платить прибыль. Соответственно, если вы не создадите обособленное подразделение на учет, а у вас там сотрудники работают, вы за них платите по своему месту регистрации, и выходит какая ситуация, здесь у вас переплата, а потому органы у вас недоплата. Ну, то есть и налоговое в случае выявления непоставленного на учет обособленного подразделения штаб 30 тысяч и 20% плавания уплачиваемого налога. Поэтому здесь нужно вот с этой стороны быть вниманием. Какой у вас вопрос? А вы ответите? Дальше. Значит, смотрите, вот часто возникающий вопрос, очень полезный слайд, можно записать, можно потом у нас в сайте посмотреть. Значит, право.ру, кто-то уже знает, это сайт официально, где публикуются законы. Но они там публикуются, то есть они вот, закон появился, да, вместо России, ну, как в российской газете, в бумажном виде его печатают и на сайте здесь публикуют. Но там нет такого, что вы этот закон открываете, там все его редакции предыдущие и все остальное, да. Или очень часто у нас законы пишут таким интересным способом. Значит, в другом законе, в пункте до ком-то, значит, слова какие-то поменять на такой-то, и вот на этом сайте вам тот другой закон будет неудобно найти. Поэтому смотрим второй сайт, консультант.ру, про него вам сегодня уже говорили, что он бесплатно в выходные и после восьми будней. Значит, там более открыто, более удобно, там можно посмотреть старые редакции, можно посмотреть изменения, можно очень, вот, ну, на мой взгляд, да, самый удобный. Мы вот сами пользуемся в своей компании консультантом. Также, ну, например, вот у меня в командировке я пользуюсь флеш-версией консультант плюс, то есть у меня на флеш есть все эти законы, мне в интернет даже выходить не надо, но это платная уже программа. Но, тем не менее, все равно вот бесплатно можно выходные пользоваться. Есть еще очень хороший ресурс, гарант.ру, это тоже система правовая, такая же как консультант, но вот у нее мне больше нравится подписка на бесплатные новости. То есть на этом сайте гарант.ру можно подписаться на новости, и они приходят там еженедельно, по-моему, или несколько даже раз в неделю, они все новинки. Причем новинки они дают с комментариями, вот, что очень удобно. И смотришь прямо эти комментарии по своим отраслям, если где-то для тебя по комментариям чувствуешь, что задевает, открываешь уже закон, читаешь его внимательно, да. Поэтому это тоже полезный ресурс, которым можно пользоваться. Значит, дальше, по юридическим лицам, ну, вам сегодня уже сказали, ну, я так поняла, что у нас здесь так же, как было на Украине, юридические лица, это, они самостоятельные, сами являются собственниками, участники отношения к имуществу не имеют, юридические лица сами выступают ответчиками в суде, и, соответственно, сами, ну, как являются, как, так сказать, отдельным субъектом права. Деление на коммерческие и некоммерческие мы сегодня уже смотрели. Что я хотела добавить, это про то, что некоммерческие организации, вот там внизу написано, вправе заниматься предпринимательской деятельностью только связаны с целями организации. И некоммерческие организации не вправе распределять прибыль. То есть, если вы создаете, например, ассоциацию юристов, и эта ассоциация юристов получает прибыль, вы прибыль среди членов не распределяете. Вы можете направить ее только на какие-то цели, на чему-то, на была организация. А это там обучение, там какие-то конференции, еще что-то. И еще один момент по образовательным учреждениям. У нас, например, в России автокурсы, многие учебные частные, например, детские садники, какие-то курсы повышения квалификации, где выдается диплом гособразца. Они все регистрируются в виде образовательного учреждения, частного образовательного учреждения. Почему? Потому что у нас по закону об образовании лицензию вправе получить только учреждение. Соответственно, если вдруг вы будете заниматься образовательной деятельностью, вот здесь внимательно посмотрите. И по образовательной деятельности еще какой момент. Курсы, семинары до 72 часов не требуют лицензии. Это раз. То есть, если вы проводите какие-то там повышения квалификации и количество их до 72 часов, программно, программно рассчитано на 72 часа, одна программа, то и вы выдаете не диплом гособразца, а просто некие сертификаты прохождения, там такого-то там мастер-класса, семинара, там еще что-то, то это не требует лицензии. Если же вы выдаёте диплом гособразца, например, профессиональным бухгалтерам, повышения квалификации, аудиторам профессиональным, на рынке ценных бумаг у нас очень строгие там условия сертификации нужны для сотрудников, соответственно, что такой сертификат выдают, надо иметь лицензию. Ну, то есть, а если это реально просто курсы, то тогда, в принципе, образовательная лицензия для душа. Значит, по ИПшнику сегодня тоже уже говорили, что ИПшник, основное отличие от юрлица, это внеограниченная ответственность, в том, что он отвечает своим имуществом. И еще у нас есть такое понятие, как глава христианско-фермерского хозяйства. То есть тот ИПшник, который, ну, если заниматься сельскохозяйственной деятельностью, то логично зарегистрировать христианско-фермерское хозяйство. И глава христианско-фермерского хозяйства является ИПшником. Значит, с точки зрения выбора формы для ведения бизнеса, тоже вам уже сегодня на этом акцент делали, самая распространенная у нас форма – это общество с ограниченной ответственностью. Исходя из названия, потому что ответственность ограничена. Ограничена чем? Уставом и имуществом, которое есть на самом обществе. Соответственно, если имущества не хватает, уставного капитала не хватает, на директора, на участников по общему правилу никакой ответственности не возлагается. За исключением в случае банкротства. Но это мы отдельно посмотрим. Значит, производство и кооператив. Есть у нас еще такая форма юридического лица. Это тоже коммерческая организация. Она у нас не часто распространена, но на сегодняшний день она начинает использоваться в целях экономии налогов. Ну, легальный такой, да, правильный. Почему? Потому что, например, у нас есть целые бригады клининговой компании, да, у них бригады, например, мойщиков-уборщиков. Им выгоднее их не в штаб брать, эти бригады, а чтобы эти бригады были зарегистрированы, как создали эти бригады производственный кооператив, члены, все вот мойщиков-уборщиков были в этом производственном кооперативе. И, соответственно, компания, которая заказы на клининг получает, она этому производственному кооперативу их как-то наступно-дряд передает, чтобы он выполнил. И в производственном кооперативе, в связи с тем, что они личное трудовое участие в нем производят, они получают, исходя из своего личного трудового участия, определенную сумму. И эта сумма не облагается налогами на зарплату, то есть страховыми взносами пенсионного фонда и накопительной и страховой частью пенсии. Поэтому в некоторых случаях это получается выгодно с этой стороны. Но, тем не менее, здесь какой момент? Возможность потери контроля. То есть производственный кооператив все решения принимает те члены, которые в нем состоят. И еще выплата. То есть нельзя полностью заменить, скажем так, весь персонал здесь в производственном кооперативе передать. Тоже так везде не получится. Почему? Потому что выплата прибыли в производственном кооперативе возможно раз в квартал. Потому что только раз в квартал мы какой-то отчет формируем, исходя из бухгалтерских правил. Соответственно, там два раза в месяц, как зарплату оплачивать, мы прибыль в производственном кооперативе распределять не можем. Поэтому часто... Но, тем не менее, используемый способ, он есть. Дальше еще одна форма организационного права, которая тоже может быть интересна, это жилищная или жилищная строительная кооператива. Она достаточно распространена в сфере строительства многоквартирных домов. Когда строительство дома, земельную часто выделяется в жилищную строительную кооперативу. Затем там появляются дольщики, которые откладывают дно, оплачивают свои паи, и... Значит, жилищная строительная кооператива строит возводит дом. Потом пащики при полной оплате паи, соответственно, получают правосубцентную квартиру, регистрируют само в ПРС. Значит, какой здесь момент? Жилищная строительная кооператива является некоммерческой организацией и является потребительским кооперативом. А у потребительского кооператива тоже есть некая дополнительная ответственность. То есть, если вы с ЖСК уступили, внесли свой паи, а потом представитель ЖСК говорит, а вот, оказывается, этих паев, сколько я с вас собрал, не хватает, потому что потом достроить. Надо еще доплатить. И вы вынуждены будете как члены кооператива это доплачивать. Но, тем не менее, это достаточно распространенный способ у нас для стройки. Просто здесь надо понимать, что здесь должен быть элемент доверия определенный, и чтобы не было со стороны ЖСК долгых людей. Дальше. Товарищи сотрудников жилья. ТСЖ, так называемые, некоммерческие организации, которые создаются для эксплуатации многоквартирных домов. У нас практически каждый дом отдельно от ТСЖ. У нас по ним отдельная рекламентация, отдельные правила раскрытия информации. Не специфика, потому что ЖКХ это такая, как бы, достаточно серьезная проблемная тема в Российской Федерации. Поэтому ТСЖ это активные участники нашего гражданского оборота, и их много. Значит, что по ТСЖ нужно существенно знать? Значит, у нас в многоквартирном доме, неважно, есть там ТСЖ или нет, но у нас всегда есть общее имущество собственников квартиры. Подвалы, крыши, стены, коммуникации, лестницы. То есть то общее имущество, которое используют все собственники. Оно, понятно, никак не отчуждается, ничья доля там не регистрируется, но его распоряжение этим общим имуществом возможно только в согласии всех со собственниками. Что это значит? Например, если на крыше дома компания, интернет-провайдер, телевизионная компания планирует поставить антенну, либо планирует поставить приемник какой-то. Для этого нужно провести собрание собственников, либо изначально собрание собственной группы и организации ТСЖ полномочия, какие ТСЖ передают. Значит, если вдруг на стене дома, например, захочется повесить рекламную конструкцию, да, и, соответственно, рекламодатель будет на это деньги платить. Ну и также за те же телевизионные антенны и провайдерские вот эти вот установки, они тоже платят небольшие деньги, но платят ТСЖ аренду за использование общего имущества. Соответственно, нужно понимать, что если не будет согласия, не будет выполнена процедура получения согласия от собственников, а надо минимум две трети от всех собственников, то тогда кто-то из собственников может обжаловать, и эту конструкцию можно будет демонтировать. Дальше. Значит, есть у нас еще такой интересный юридического лица, как хозяйственное партнерство. Значит, хозяйственное партнерство – отличная форма с точки зрения удобства, потому что там в соглашении в управлении можно написать все, что угодно, как хотим, так и управляем. Но есть момент, в законе указано, что партнерство не вправе размещать рекламу в своей деятельности. Вот исходя из этого пункта была поставлена жирная точка на хозяйственных партнерствах. Я вот ни одного хозяйственного партнерства в своей практике не встречала, потому что смысл создавать коммерческую организацию, которая не вправе существовать рекламу. Почему это введено, это понятно. Потому что есть у нас еще инвестиционное товарищество. Оно не является юридическим лицом, но смысл его тоже такой же, как у хозяйственного партнерства, то есть свобода, скажем, регулирования. Но договор инвестиционного товарищества, он вообще создавался бы для того, чтобы стороны договаривались инвестировать, покупать акции и доли в маленьких компаниях, которые на рынке не обращаются. Но опять же, такой же запрет на рекламу. Почему в этих формах идет запрет на рекламу? Потому что у нас в Российской Федерации был период, когда у нас были потребительские кооперативы, кредитования, в которых, скажем так, появилось очень много мошенников, которые использовали эту форму для обмана граждан. И, ну, то есть граждан обманывали, что вы даете сейчас, значит, там, по 30% годовых, значит, вы там потом через год выплачиваете, а через два года уже не выплачивают ничего. Вот. И, видимо, у законодательства был определенный страх, потому что инвестиционное товарищество и хозяйственное партнерство могут быть использованы в этой же части. Вот. Поэтому был записен запрет на рекламу деятельности. А раз запрет на рекламу деятельности, то эти формы не оказались практически при минимуме. Значит, дальше у нас по участию юридических лиц в уставных капиталах других лиц. Не знаю, было на половине так лет, но у нас есть два понятия. Дочеркное общество и зависимое общество. Дочеркнее, если одно юридцов владеет то ли в другом обществе более чем 51%, и зависимое более чем 20%. Причем, для того, чтобы признать общество дочерним, есть и другие варианты. Может быть, не только 51%, но, например, иной какой-то договор. Например, вам сегодня говорили о соглашении между участниками, которое заключается. И, например, по этому соглашению, пусть у нас там три участника, у всех там по одной третий, да, и два участника между собой заключили соглашение, и один обязуется голосовать так, как скажет ему другой. И тогда, получается, у нас уже в руках одного участника две трети сформировано. Это больше чем 51%. И, соответственно, тогда тоже данная компания будет дочерней по отношению к голодной организации, к тому участнику, да, второго две трети в руках сформировалось. Так, учреждение, значит, хозяйственного общества, любого. В первую очередь, промерут уставный капитал, да, в решении определяемого органа управления и согласовываем устав. Сейчас, значит, по нюансам пойдем. Формирование уставного капитала. Это минимальный уставный капитал у нас для общества ограниченной ответственностью и за ООО 10 тысяч рублей. может быть формировано деньгами, имуществом, имущественными правами, чем угодно. Если размер уставного капитала больше 20 тысяч рублей, требуется независимая оценка того, что вносится в качестве вклада. Ну, если, например, вносите не деньги. Если же вносится имущество, ну, вот 21 тысяч рублей, никакой оценки не требуется. Оценка производится самими участниками в решении учреждений. В протоколе, да, указывается. Значит, то, что вносится в уставный капитал, является собственность юридического лица. Есть, было очень много споров у нас, ну, правда, несколько, конечно, определенное количество лет назад, но тем не менее. Значит, участники очень часто вносят в уставный капитал, объединяются и вносят в уставный капитал имущества. Кто-то вносит транспорт, кто-то вносит объекты недвижимости, например, под цех. Да, ну, вот у меня в практике у производственников очень часто такие случаи были, они юридически не подкованные, договорились мы с собой, один внес в цех, другой купил станки и внес в станки. Потом они разругались, хотят расходиться, тот, кто внес в цех, говорит, отдавай мне цех. Да, он говорит, что нет, это уставный капитал, я максимум, что тебе должен, если ты выходишь из общества, это стоимость твоей доли, которая определяется не на основании стоимости внесенного имущества, а определяется на основании действительной стоимости доли, которая определяется по данным бухгалтерского баланса. То есть смотрим активы, если бы у него было 50%, да, он там уставный капитал, то 50% от актива ему должны вытать деньгами. Но активы в обществе могут быть самортизированы, могут быть общество может быть закредитовано, то есть там различные варианты, да, могут быть, и может оказаться, что при выходе-то он немного и получит. Вот, поэтому надо понимать, то, что вносится в уставный капитал, является собственностью физического лица. Обратно это можно получить только при обоюдном согласии. так, значит, уставный капитал еще, значит, что учитители у нас должны оплатить его, ну, считается, что 50% до регистрации для ООО, 50% в течение года, но вам сказали, да, что у нас не проверяется, что перед регистрацией он не сформирован. Обычная практика какая? То есть мы, если деньгами формируем, то после того, как и общество зарегистрировано, мы делаем взнос наличными на расчетный счет, когда он открыт, уставный капитал от участников, и таким образом он у нас сформирован, либо приход на кассовый ордер, что в кассу внесены деньги в оплату уставного капитала, а если имущество, то так прием предачи составляется. И, в принципе, все. Но, опять же, если оплата уставного капитала по второй половине не произведена в течение года, то общество обязано уменьшить уставный капитал, но если, конечно, он не получится меньше, чем 10, потому что если он будет в результате неоплатный, ну, например, сначала у вас будет 10 тысяч и 5 тысяч не оплатили, тогда общество обязано заявить о своей ликвидации, потому что меньше минимального быть не может. Значит, участники общества, у нас есть общие правила, такими правами они пользуются, ну, достаточно стандартно управлять, получать часть прибыли, да, а число участников общества не может быть более 50. Значит, больше есть, это преобразуется в ООО, либо производственный кооператив. Вот, возможно, для некоторых из ваших компаний, которые на сегодняшний день, просто я так поняла вот по вчерашнему сценарию, что очень много компаний в Украине, в которых количество, ну, учредителей, акционеров, участников больше чем 50. Вот, то есть у вас два выбора, либо открытое акционерное общество, либо производственные кооперативы. Что лучше надо смотреть, потому что в некоторых случаях открытое акционерное общество, это очень проблематично, с учетом всех требований по, кстати, да, по раскрытию информации, пока, вот сегодня вам коллега не сказал, визиты. Постановление я нашла его, пока слушала. Сейчас скажу вам, просто если будете преобразовываться в открытое акционерное общество, посмотрите, что вам нужно знать. Значит, есть приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 года. номер 11-46 дробь ПЗ-Н. Называется подтверждение положения о раскрытии информации имитентами эмиссионных ценных бумаг. Ну, название можно не записывать, но достаточно. Вот, дальше. Есть еще тоже письмо ФСФР уже. от 16 сентября 2010 года номер 10-ВМ-10 дробь 21-369. От 16 сентября 2010 года номер 10-ВМ-10 дробь 21-369. Это о методических рекомендациях по исполнению имитента неэмиссионных ценных бумаг обязанности осуществлять раскрытие информации путем ее опубликования в сети интернет. Это то, что касается на каких сайтах, в какой виде, в какой форме, как доступны и так далее, и так далее. Вот, это то, что... А у производства капиталов нет такой обязанности. Поэтому, если выбирать, то нужно очень внимательно. Ну, у нас, например, в практике акционерное общество – это либо отдельный юрист, который следит за раскрытием информации, либо абонентское обслуживание юридической компании, которая осуществляет раскрытие. Потому что опознание там на один день раскрытие информации – это существенный штраф. Поэтому мы очень внимательны с этой частью. Значит, права участников. Какой момент есть? Значит, у нас в ООО, ну, в основном я буду говорить про ООО, потому что это самая распространенная форма. Значит, у нас в ООО можно установить дополнительные права участников в уставе. Например, общее правило, которое, если вы специально на нашего уставе не написали, которое действует по закону, касательно предоставления документов. Вот, общее правило, что у нас участник правит получить документы из общества, ну, бухгалтерский отчет, приложение бухгалтерской отчетности и все. То есть, как бы, первичную документацию, кассовые книги, платежные там поручения, оборудование, сальдовые ведомости, договоры, оно не в участии получили не вправе. Если он не является директором, то, соответственно, он вбирает у него будет к этому доступ. Но, например, в некоторых случаях инвесторы заинтересованы, которые инвестируют деньги в какое-то комплименты и сами им не управляют, они заинтересованы в том, чтобы иметь доступ к этой документации. И они описывают в качестве сделки дополнительных прав, то, что какой-то участник имеет дополнительное право получать по своему требованию в любое время, там, в течение какого-то определенного периода документацию, включающуюся в себя личную. Ну, и там, их, как известно, точно описывают. Для того, чтобы можно было проконтролировать, что делает директор, какие сделки заключает и, ну, скажем, так, по каким ценам работает. О, тут работает, да. Так, значит, также у нас, тоже вам, по-моему, сегодня уже рассказывали, есть возможность заключения так называемого кооперативного договора. Когда участники между собой договариваются по некоторым вопросам. В уставе это не прописывают, только вот в договоре. Например, что они будут голосовать определенным образом, но судебная практика сказала однозначно нет, так делать нельзя. Значит, почему? Вот, допустим, у нас там пять участников, да, три из них договорились, что они будут там в течение пяти лет голосовать против распределения прибыли. Будут голосовать за то, чтобы прибыль была направлена на деятельность общества, да, и общество дальше развивалось. Вот, и вдруг один из них голосует на собрании за распределение прибыли. Двух другим уже своего голоса не хватает для менять решение. У них есть, получается, какая ситуация? Третий участник нарушил договоренности, да? Что им делать? Возникает юридический вопрос. Если участник проголосовал в нарушении договора, это что значит? На собрании он проголосовал, получается, как написано в договоре и как он проголосовал, да? В общем, была средняя практика, мне кажется, юристы даже специально ее сделали, потому что споров по этому поводу было много. И суд однозначно сказал, что это право участника, даже если он заключил договор, он уже поменяет свою позицию. Соответственно, мы смотрим то, как он голосовал на собрании, а не то, как он обещал проголосовать в договоре. Но у нас с договором может быть предусмотрена договорная неустойка или штраф за то, что он нарушил положение договора. Поэтому если вы заключаете в такой договор, то предусматриваете санкции за его нарушение в самом договоре. То есть, если вы договорились, что голосуете за направление прибыли на развитие общества, то тогда напишите, если кто-то голосует против, то платит штрафы 200 тысяч рублей, или 5 миллионов рублей. Ну, чтобы не повадно было так голосовать. Вот. Дальше, значит, в данном договоре вот инвесторы очень часто прописывают что? Особенно в IT-компаниях, когда инвесторы очень развиты, как вот эти вот вложения денег в качестве инвестиций, прописывают что, например, в случае, при каких условиях инвестор выкупает свою долю, не инвестора, а команда управленческая выкупает долю инвестора и возвращает ему деньги. Либо при каких случаях инвестор правит потребовать выкупа своей доли и по какой цене. Например, стартап, если вдруг прописывает этот договор, если стартап достигает там уровня прибыли, как указано в бизнес-плане там в течение трех лет определенных цифр, то тогда управленческая команда вправе выкупать у инвестора долю, значит, вот такой под цене его вклада плюс какие-то там проценты. Или же наоборот, если стартап не достигает вообще никаких результатов, ну, чего конкретно надо прописать в договоре, то тогда инвестор вправе требовать у других участников выкупа своей доли как минимум по той цене, сколько уложилось общество. Вот такие условия будут действительными. Значит, есть еще у нас и обязанности участников в обществе, обязанности, это оплачивать доли и, ну, не разглашать информацию, если она является конфиденциальной. Могут быть дополнительные обязанности. В качестве дополнительных обязанностей в уставе рекомендую прописывать в качестве обязанностей участников общества предоставлять сведения о контактных данных директору общества. Для чего? Потому что у нас есть такое понятие как список участников общества. Значит, в уставах общества с ограниченной ответственностью, ну и в акционерных обществах тоже, мы не прописываем сведения о участниках. В уставе их нет. В уставе есть только размеры уставного капитала и все. Сведения об участниках у нас есть в едином государственном реестре юридических лиц. Единый государственный реестр юридических лиц – это единственный официальный источник, который содержит сведения о участниках. Значит, Значит, второй официальный источник, из которого, конечно, третьи лица получить цифровацию не могут, но тем не менее, это список участников, которые ведет директор в обществе, это его обязанность. А список участников изданул некий аналог реестра, то есть, соответственно, если в этом списке у него будут не обновленные данные, то, возможно, он никогда не найдет вас как участника. Поэтому, по идее, это логичнее было бы прописать в уставе, что участники обязаны сообщать о своих данных директору об изменении своих контактных данных. Также в качестве дополнительной обязанности в уставе может быть предусмотрены какие-то иные варианты. Например, двое собираются создавать бизнес, один из них вкладывает деньги, а второй вкладывает знания и умения. Ну, например, он знает вам рынок, вам контакты имеет, еще что-то. А другой вкладывает деньги для оборудованных средств. Очень распространенная ситуация. А потом начинается деятельность, и в какой-то момент тот, который работает, он принимает из себя такое интересное решение. Я, как юрист, очень часто сталкиваюсь с этим моментом. Вот ту лицу, которая работает, он понимает решение, а почему-то я вдруг на него работаю. Мы на самом деле не вместе, все это начинали, это я все сделал. Вот. И поэтому я, пожалуй, отсюда сейчас деньги все выведу, создам другое общество и буду, значит, там себе хозяин. Вот. Или другой вариант, что-то там не пошло, или что-то ему там другое предложение какое-то сделали интересное. И он увольняется в должности директора, и, соответственно, он говорит, а я не буду ничего делать. Да, я знаю, что ты деньги вложил, но я, короче, передумал, я делать не буду ничего. Я работать не буду. Либо давай мы установим там огромную заработную плату. Вот. Чтобы таких моментов не происходило, надо на берегу это все оговаривать, как это можно юридически оформить. Это можно в уставе прописать в качестве дополнительной обязанности. То есть тот участник, который презумируется по договоренностям, что будет осуществлять ведение бизнеса, прописывается, что данный участник, на него возлагает управление обществом. Либо в виде должности директора, что он ее занимает, либо, пожалуйста, как участник, пусть управляет этим обществом, но он обязан им управлять. Соответственно, если он эти обязанности не выполняет, его можно исключить из состава участников общества и там уже принимать решения, какие будут нужны. Так, выход из ООО. Это тоже одно из правых участников. Выход из ООО возможен в тех случаях, если это право предусмотрено уставом. По общему правилу выход запрещен. Разрешен только если это предусмотрено уставом. Почему? Потому что при выходе участники в течение двух месяцев должны выплатить стоимость его доли. И часто для общества это может оказаться в предмогротной ситуации. Потому что оборотный денег, где вы их не вытащите, все деньги, скажем, в товаре. Ну, то есть, или, например, на балансе общества, где их много объектов недвижимости, баланс хороший, активы большие. И выплатить доли участника, ну, не знаю, 30% например, да, у нас доли участника. 30% выплатить в деньгах от стоимости этих активов для общества может быть равно сильное признание банкротом. Потому что этих денег, живых денег у него нет. Вот, поэтому выход из общества возможен, если это стороны сами при создании уставов, при усмотрении. Отчуждение доли. Значит, общие правила у нас это нотариальные формы сделки. То есть, для того, чтобы продать, подарить, поменять, вот любым образом отчудить, передать свою долю, значит, вам нужно идти к нотариусу. Да, нотариусу, две стороны, продавец и покупатель. Нотариус проверяет все документы по сделке. Там в законе об ООО очень большой перечень документов, то есть, это нотариус проверяет правомочия. Значит, есть несколько случаев исключений, которые в законе указаны, и из которых можно сделать вывод, как можно ввесно от реальной формы, ну, юристов здесь много, короче, ну, вот, да, для вас это будет очень актуально. Значит, смотрите, в каких случаях у нас установлены законы. Это закон об ООО, да, его, ну, его надо прямо вот какой-то чиножный. Не требует центральной формы при реализации преимущественного права и переход доли на общество, как раз в случае выхода. Когда заявление у нас о выходе участник пишет, доля переходит на общество, конечно, нотариусу не нет. Нотариусу идет только директор общества и регистрирует, заверяет форму по 14 форму на обнесение изменений, сведения, не связанные с несением изменений в очередной документе. Ну, короче говоря, сведения. Выгрыло только менять сведения, он и лечит участника, потому что доля участника перешла на баланс общества. Вот. Значит, сразу есть науку. Отсюда делаем вывод, какой был у нас возможен обход нотариальной формы. Общая, я говорю, что обход нотариальной формы совершенно законный, легальный, правильный, то есть здесь в нем нет никаких подвохов. Значит, допустим, у нас компания, ООО, в ней один участник. Он захотел, например, мне продать эту долю, да? Но, допустим, я езжу постоянно под командировками, мне вот неудобно с ним следиться у нотариуса, да? Идти заверять нотариусу, в общем, нас двоих в один день в одно время собрать нотариусу нереально. Соответственно, мы делаем что? Он принимает решение в своем обществе об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, за счет моего вклада. То есть я какой-то вклад делаю. Ну, например, если обычно уставный капитал 70 тысяч, то еще вкладываем еще 10 тысяч, увеличивается уставный капитал, регистрируется увеличение уставного капитала, то есть новая редакция устава. Сразу в этой же редакции устава мы обязательно смотрим, чтобы был выход, право на выход было разрешено, да? Вот. И потом, после того, как зарегистрировано, мы с ним вдвоем стали участниками. Понятно, да? У каждого по 10. Он после этого пишет заявление о выходе. Он выходит из общества. Этот вариант работает в тех случаях с выходом, когда активы общества по балансу не являются огромными, да? Чтобы потом не прилетел судебный иск. Если же активы по балансу огромные, то мы идем через реализацию преимущественного права. Что это значит? Он пишет, что якобы хочет продать свои 50% в третью улицу, а я, как второй участник, говорю, у меня есть преимущественное право, но на Украине тоже было в обществах такое же, да? Вот. Значит, я пишу акцепт, что нет, я сама у тебя по этой цене куплю. И, соответственно, мы подписываем договорку при продаже, но в шапке пишем в рамках реализации преимущественного права на основании оферты и, соответственно, акцепта. Тогда у нас данный договор не подлежит нотариальному удостоверению. Достаточно нам его отдать директору, директор идет к нотариусу, заверяет ту же самую четвертую форму, прилагает эти договоры. Но, чтобы налоговая ничего не перепутала при регистрации, обязательно в договоре должно быть написано, что он в рамках реализации преимущественного права и приложены к нему оферты и акцепты. Но, чтобы вот этих вот моментов, чтобы они не рассмотрели, что это просто договор при продаже между участниками. Потому что, если мы будем, вот мы два участника, и мы договорились, и заключаем договор, что один другому продает, это нотариальная форма сделки. А если это в рамках реализации преимущественного права, то есть, понятно, развити, да? Вот, тогда это не нотариальная форма сделки. Дальше. Значит, высший орган управления. Общее собрание, все понятно. Исполнительные органы коллегиальные, генеричные, возможно, да? Могут быть вместе и такой, и такой. Наблюдать на орган-цвет ректоров в акцентных обществах встречается в обществах с ограниченной ответственностью очень редко. Потом поймем, почему. Ревизионная комиссия, ревизор. Вот для ООО ревизор нужен, если он прописан в уставе. Соответственно, если вы сами пишите себе устав, вы не пишите себе ревизора. И тогда вам его создавать не надо. Точно так же вы не пишите себе уставе в ООО резервный фонд. Тогда вам его и создавать не нужно. А если они у вас прописаны, то тогда будьте добры исполнять свой устав. И аудитор в некоторых случаях. Значит, по этому управлению ООО вы уже сегодня смотрели. Самое главное отличие от ООО это то, что компетенция общего собрания, она закрытая в акционерном обществе. То есть мы ничего в нее добавить не можем. Поэтому в акционерных обществах так нужен совет директоров, чтобы ему в компетенцию что-то надавать, чтобы у нас директор веналично там все подряд не мог принимать. А в ООО мы это делаем по-другому. Компетенция общего собрания у нас открыта. Что это значит? Вот конкретная ситуация, чтобы было понятно. Значит, много-много лет назад было, но она прям яркая иллюстрация. Значит, ООО два участника 50 на 50. Один из них является директором. Ну, юристы, наверное, понимают, что тогда 50% и директор, но это все, это король и все. Он делает то, что хочет. Значит, он, этот участник, директор общества, основной был актив, это муниципально арендованное помещение у муниципалитета под ателье. И, соответственно, там цех пошива одежды. И директор расторгает договор аренды с муниципалитетом и заключает договор аренды на себя, как на ИПшника. Это были еще в те времена, когда это можно было без аукциона делать. Соответственно, участник, который 50% второй владеет, он в какой-то момент понимает, что общество больше не работает. Потому что цех теперь в арене у ИПшника, соответственно, никто не работает, дохода нет, все. Он идет в суд, обжалует расторжение договора аренды, говоря о том, что участник и директор превысил свои полномочия и остановил деятельность общества. По сути, принял единоличное решение об изменении основных направлений деятельности общества. Он просто прекратил деятельность общества. Но суд вполне формально подошел и говорит, а что конкретно нарушил директор, когда распоргал договор аренды? Это крупная сделка? Нет. Это сделка с заинтересованностью? Нет. От того, что там дальше ИПшник взял за аренду, это же у нас была не переуступка. Он потом там, взаимодействие, на это все с администрацией организовал. Нет нарушений состава директора. Но если бы участники были поумнее, они бы на самом начале, когда создавали устат, и прописывали 50 на 50, и понимаем, что основной актив в обществе это арендованное помещение, они бы прописали в компетенции общего собрания, что принятие решений о расторжении договора аренды, принятие решений о заключении нового договора аренды является компетенцией общего собрания. И по общему правилу, например, там требуется простое большинство. Либо написали бы, что их нагласно требуется. Все. Тогда у нас бы директор в такой случае уже нарушил. он при превышении своих полномочий допустил, которые у нас были уставом ограничены, такую сделку можно уже испаривать. Понятно, да? Для чего используется открытая компетенция общего собрания как органа управления. И для этого в основных обществах используется совет директоров, чтобы часть вопросов, которые к директору попадают, чтобы их поднять на уровень совет директоров, чтобы они принимались коллегиально. Так. Значит, ну аудитор, вот если смотрите закон об аудиторской деятельности, в случае, когда обязательно аудиторское заключение. Исполнитель органов общества. Вот к директору, да? Приходим. Значит, его полномочия определяется законом и уставом, в некоторых случаях договором. Ограничения полномочий директора возможны только за счет того, что мы часть вопросов директоров поднимаем на уровень выше совета директоров, либо общее собрание. Вот. И дальше, смотрите по последствиям. Вот, возвращаясь к нашему примеру, где у нас участник 50% директора расторгнул договор о рейтинге. Представим, что у нас они были умные, а они прописали это все в компетенцию в общем собрании. Тогда что? Тогда у нас участник идет, обжалует эту сделку после тех, по семечному ДК, как сделка, совершенная с повышением полномочий. Но ему нужно будет доказать, чтобы оспорить эту сделку, что другая сторона по сделке заведомо знала о наличии ограничений. Для этого у нас в договорах и пишется, да, директор, действующий на основании устава. Предполагается, что юристы другой стороны открывают устав и читают. Но судебная практика однозначно говорит о том, что если просто в договоре написано, что действующий на основании устава, это еще не значит, что другая сторона этот устав читала и знала об этих ограничениях. То есть важно, ну это сейчас еще важно с точки зрения налоговых правоотношений, при подписании договора передавать пакет своих учрежденных документов контрагенту. Вот если у вас есть акт приема передачи, либо в договоре написано, что там устав прочитан, либо устав передан, да, то есть какие-то есть еще дополнительные подтверждения того, что контрагент устав получил, и он его точно прочитал. Может быть, переписка по электронной почте, чтобы этот устав ему отправляли. В таком случае у нас возможно будет доказать, ну, что, например, там контрагент в нашем, в примере, администрация, она устав должна была открыть, типа, ей он передавался, там, при распоряжении договора он всегда передается. Соответственно, она увидела эти ограничения и явно не встала. Да? Вот. Теперь смотрим вариант, когда сделку совершает лицо вообще без полномочий. То есть не директор, а иное лицо. Самый распространенный случай это при спорах по поставке товара. Когда вы поставили кому-то товар, ну, без договора, например, да, поставили накладной вам, подписался какой-то там подавщик, Иванов И, например, да, без чайки, без даревенности, без всего, не платят вам за товар. Вы идете, взыскиваете стоимость этого товара. А ответчик приходит кто-то говорит, а вы не нам поставили. Я, у нас такого Иванова И не работает. Вы вообще к нам так с чего претензий появляете? Вот. У вас тогда вы по 183 статье идете к этому Иванову И, предъявляете ему иск, но так как у вас накладной в ряд есть ли сведения кроме его фамилии не целых, иск вам предъявить некому. И вот как бы не банально это звучало, но это до сих пор самый распространенный аргумент ответчиков судья по поставке доказать, что поставка была не им, не их сотруднику, вообще какой, ну, неизвестно кому. что, поэтому, как бы важно ко всем накладным иметь доверенности, либо, как можно доказать, что все-таки нет, эта поставка была конкретно вот для этой организации, и именно эта организация должна платить. Может быть, доказано неким последующим одобрением, за счет того, что организация, которая приобрела этот товар, она, либо, например, вам потом претензили на правила некачественного, либо некомплектности товара, либо она частично оплатила после поставки, да, либо заключила или иную сделку, например, у вас с компанией, несколько компаний, одна поставляет, а другая, например, сборку осуществляет, да, и вот та, которая поставила, ей не оплачивают, а за сборку, например, вам заплатили. И вы, раз это все в вашей компании, вы вполне можете в суд принести документы о том, что то, что вы ей поставили, вы потом ей собрали. То есть была иная сделка в исполнении первой. Либо действия сотрудников, исходя из конкретных обстоятельств дел, прямо указывают на то, что это было от имени этой компании. Например, стоит адрес товарно-докладной, адрес магазина, который в реальном предприятии есть. Здесь с конкретной обстановкой надо всегда очень индивидуально подходить. Если что, какие аргументы можно использовать. Дальше. Есть у нас крупные сделки в обществе. Может быть, я здесь повторюсь, но, как говорится, повторение мать их учения. Крупные сделки. В уставе, может быть, в ООО, может быть, прописано, что реакцию вообще не требуется одобрения крупных сделок. Если же в уставе ничего не написано, то есть общее правило по закону. Крупная сделка – это то, что больше 25% от балансовой стоимости общества. Смотрим по балансу. И принимается, в общем, простым большинством на собрании. Теперь, если мы хотим оспорить эту сделку. Вот очень распространенный вариант. Когда еще лет, ну года четыре, наверное, назад, оспаривание крупных сделок – это было массовое просто искриво подражено в суде. Почему? Потому что меняется какая-то ситуация. Берешь, как говорится, один из участников сделок оспаривается, он назад возвращается. Ну, это было очень массово. Значит, поэтому были внесены определенные изменения в закон. И что теперь есть? Значит, оспорить сделку можно участнику, да? Но суд примет решение оставить ее в силе при наличии хотя бы одного из следующих отрядов. Первое. Голосование участника не могло повлиять на результаты голосования в целом по сделке. Например, 30% участника – обжалую, не обжалую, есть нарушение крупной сделки или нет нарушения крупной сделки, была она одобрена, не была она одобрена. Даже если бы он пришел на собрание, его голос вообще никакого значения бы не имел. Соответственно, если хотя бы это мы видим, все, сделка остается в силе. Дальше. Не доказано, что совершение этой сделки причинило убытки обществу. Если продано было по рыночной стоимости, нравится, вам не нравится, даже если у вас там 51%, вы вряд ли что-то сможете отменить. Директор продал и все. Дальше. Последующее одобрение такой сделки. Например, на момент совершения сделки одобрения не было, потом в суд кто-то пошел, участники собрали и одобрили сделку. Все. Суд оставляет ее в силе. И дальше. Еще один интересный вариант в целях надежности гражданского оборота. Это то, что если приказано, что другая сторона по сделке никак не могла знать о том, что есть нарушение порядка одобрения крупной сделки, соответственно, сделка тоже останется в силе. Что это значит? Если другая сторона докажет, что она ваш баланс вообще нигде видеть знать не могла, соответственно, она не могла знать, крупная для вас это сделка, некрупная это сделка, то суд тоже оставит эту сделку в силе. Сделки заинтересованностью. Определенный режим сделок. Сделки заинтересованностью крупной сделки – это порядок одобрения не распространяется на общество, состоящее из одного лица. По сделкам заинтересованностью. Те случаи, когда, например, я директор в обществе, заключаю сделку в юридическом доме, где, например, мой супруг директор, то я к директору должна спросить одобрения в общем собрании для того, чтобы эту сделку не одобрили. Причем голосуют в таком случае все незаинтересованные в сделке лица. Чем здесь момент какой? Значит, первое. Вообще участники должны директору сообщать о наличии своих отделированных лиц, чтобы потом не оказалось, что кто-то совершает сделки заинтересованностью. Это раз. Второе. Если сделка заинтересованностью, например, директора была и она совершена им, и это причинило убытки, и даже, например, если не удалось ее обменить, но она причинила убытки, то это основание для взыскания директора убытков. Вот сегодня вам уже рассказывали про восстановление пренума, это, кстати, по убыткам. Восстановление пренума номер 62. Сейчас я вам расскажу реквизиты. То, что вам вот сегодня рассказывали про смещение убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица. Восстановление 30 июля 2013 года номер 62. Это пренум Высшего арбитражного суда. Выписали, да? Да, 2013 года. Значит, по которому у нас как раз, еще раз сказать, 30 июля 2013 года номер 62. Вот. Если директор у нас сделку заинтересованностью совершит, то участники, и эта сделка приведет к убыткам, да? Ну, например, подал, там, вот у нас конкретно был случай, был конфликт между директором и акционерами в компании, в производственной компании. Значит, директор был уволен по статье, там, что в трубокнижке ему написали, что там за несоответствие должности, за теории доверия. Ну, такая серьезная, как бы, запись в трубокнижке. Мы ему оспаривали эту запись, но, на самом деле, не было никакой утраты доверия, значит, что его должны были уволить по соглашению с народцами в этой компенсации. Значит, доказали, все выиграли. Через какое-то время общество, акционеры подают суд иск о взыскании с директора убытков по сделке. Значит, суть претензий была какова, что он пока был директором, заключал в сделке покупки сахара, значит, в свою компанию, в производственную свою, у компании, где у учредителями директора была супруга его брата. Ну, то есть, получается, для директора была сделка с заинтересованностью. И, по данному договору, цена за килограмм отличалась, там, на 2 рубя, но, в целом, в массе, значит, оборота, там, они, примерно, там, около 6 миллионов пытались взыскать убытков с директором. Этот спор был до 30 июля 2013 года, до этого постановления. Тогда практика у нас была, ну, практически невозможно взыскать убытки, я бы так сказала, поэтому мы, ну, как-то так и знали, что мы этот риск выиграем. Но, тем не менее, все равно нам удалось выиграть только на том основании, что мы доказали, что эта разница в 2 рубля, она экономически была обоснована, потому что те цены, которые вестет в качестве обоснования, да, прилагает, они касаются цен сахара, вот на склад приехал, взял купил. А у нас цена, во-первых, за доставкой, во-вторых, за срочкой платежа, соответственно, как бы, но, если бы они провели нормальную экономическую экспертизу, они бы смогли доказать, что, на самом деле, за стоимость на доставке и за срочкой платежа из этих, из этой наценки 2 рубля только 1 рубль был, да, а рубль-то реально был чуть-чуть выше рыночей, ну, возможно, они смогли бы доказать. Поэтому здесь, как бы, вот в этих судебных исках по убыткам очень важно именно, как бы, экономическое понимание ситуации. Но, вот, сделайте за интересованностью, если они, если они, их директор, не уведомлены в общем собрании, и они не были одобрены, вот потом, через какое-то время, могут прилететь к каким-то интересным способам. Значит, реорганизация юридических, у нас возможно в форме теле, посоединение, разделение, выделение, преобразование. Мне кажется, так же, да, ну, принято было? Вот, значит, какой момент здесь по выделению хотела остановиться. Значит, выделение, как реорганизация, это один из способов оптимизации безналоговых последствий структуры корпоративной защиты. То есть у нас у юристов по корпоративной защите есть такая, как бы, триада, что в целях, как бы, защиты вообще бизнеса должна быть, должна быть какая структура бизнеса? Одно общество, которое только владеет активами, и оно дает в аренду другому обществу, которое занимается операционной деятельностью. Там, непосредственно уже производит, непосредственно лицензии получает, там, сотрудники работают. Что? Ну, так же, наверное, да? Вот, и еще одно, может быть, там, управляющая компания, если это необходимо. Так вот, очень часто получается, ну, и у вас, наверное, тоже сейчас будет так получаться, что на одном обществе и деятельность, и активы. Соответственно, в таком случае общество рискует. Во-первых, оно отвечает всем своим имуществам по возможным налоговым доначислениям, оно отвечает по, там, любым претензиям со стороны, там, контрагентов или еще что-то, если где-то какие-то, да? То есть, как бы, риски не раздельны. И просто так общество не ликвидируешь, там, не обогротишь, потому что на нем куча имущества. Поэтому многие рассматривают варианты, ну, как бы, вот разделения, да? И данный способ можно сделать через выделение. То есть, из этого общества мы выделяем общество и передаем ему все активы, а на старом остается, он не под, работа, производство, там, оперативная деятельность. Так вот, когда мы делаем это в результате выделения, у нас прямо в налоговом кодексе написано, что данная операция по передаче имущества реорганизованному обществу не облагается НДС. Потом, кто-то вот подходил ко мне тоже в перерыве. Значит, как будет происходить переход украинских компаний в российские, на сегодняшний день пока неизвестно. Ну, вот то, что, вот я с коллегой общалась вчера из банка, там у нас, из Екатеринбурга, он мне сказал, что устно центральный банк сказал, что украинские компании рассматриваются как российские юридические лица, ну, с точки зрения, там, вот, все банковские счетов и счетов. Вот, письменно пока он мне ничего дать не мог, поэтому я не готова аргументировать эту позицию, но они сделают, банки делают запрос в Центробанк по поводу этой позиции. Поэтому, если какие-то разъяснения будут, можно вот у нас на сайте смотреть, я обязательно это размещу. Вот, пока просто, ну, профессиональная информация, юрист, не имея бумажки, ответить, вот, значит, не может, да. Поэтому, ну, я думаю, что какой-то переходный период будет. Пока переходного периода нет, у нас, с точки зрения международного права, украинские компании, это иностранные компании для Российской Федерации, да, на территории Российской Федерации. Они, пожалуйста, могут также владеть там имуществом, создавать вечернее общество, что угодно. Но все-таки это иностранные компании. Поэтому ждем переходного периода, чтобы там что-то сделать. Вчера вот на семинаре очень многие спрашивали, я так поняла, сегодня тоже это было актуально, что делать с неустановленными акционерами, там, с умершими акционерами уже, там, которые вообще непонятно где живут, не живут. Вот, значит, вот один из вариантов, которые сегодня вам рассказывали, топ-миссии. Второй вариант, он тоже, как бы, имеет право на существование, может быть, он не такой, скажем так, красивый с точки зрения законности, да, но он такой, я ничего вам такого не предлагаю. Смысл в чем? То есть, если у вас есть акционерное общество, в котором есть неустановленные эти лица, вы можете сделать, каким образом? Вы можете это акционерное общество опустошить, то есть вы продаете, ну, с соблюдением, понятно, там, всех правил крупных сделок, сделка заинтересованная, все нормально. Вы продаете все имущество какому-то другому, да, лицу своего, от которого дальше деятельность осуществляется, а это акционерное общество ликвидируете. Вот, таким образом, ну, если вам не ликвидация, достаточно, конечно, установленного, ну, как бы, количества голосов, да. Вот, это вот тоже вариант, который может иметь право на существование. Значит, ликвидация. Ликвидация юридических лиц, это то, где... А, вы знаете, так, значит, у нас реорганизация, мы все права и обязанности переходим к реорганизованному обществу, да. При ликвидации прекращение прав и обязанности, все, после ликвидации уже ни как на детский суд ничего предъявить не могут, ни налоговую проверку провести не может, все, точка, забыли. А вот если у нас была реорганизация, реорганизацию использовать как способ уйти от оплаты за должности невозможно. Например, если вдруг у вас там проиграли судебный иск и хотите сейчас быстро, чтобы не платить, а в Российской Федерации нету штрафа за неисполнение решений туда, вот, например, вы хотите быстро свое имущество, предприятие, ну, выделить в отдельное предприятие и как бы на пустышке оставить этот долг. Так не получится, потому что у нас четкая судебная практика высказала свою позицию, уже давно достаточно, что если в рамках реорганизации видно, что одна компания уходит с активами, а другой сдаются все долги, то обе компании солидарно отвечают по долгам, да. Если имущество вы имеете в виду, то у вас на балансе будет доля, да, это тоже имущество, ну, имущество, правда. Банкротство. Значит, если у вас, а, по ликвидации еще для юристов такой момент интересный будет, значит, смотрите, при ликвидации, понятно, что чаще всего при ликвидации в официальном порядке происходит налоговая проверка, которой все очень сильно боятся. Но есть определенный момент, практически такой, да, здесь вот такой ноу-хау, вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, налоговая проверка, если, если она, вот мы подаем заявление на ликвидацию налоговую, там, и в вестнике публикуем, потом по закону у нас есть два месяца, в течение которых кредиторы должны предъявить свои требования. Если они в течение двух месяцев требования не предъявляют, мы потом даем промежуточный баланс, ликвидационный и публикируете. Все. Значит, судебная практика однозначно считает, что налоговая в данном случае выступает так же, как и все кредиторы. Соответственно, если она хочет провести проверку, она должна уложить в течение двух-двух месяцев и предъявить, ну, как бы, какие-то налоги буквально. Вот. Если она, в течение двух месяцев, налоговую проверку провести очень трудно, потому что, например, мы подали форму, да, она быстро сориентировалась, она дала решение о начале проверки. У нас есть 10 дней на предоставление документов, потом ей надо все хорошо проверить, чтобы доначислить, отписать этот акт, ну, обычно это все равно, тоже около месяца, ну, считайте, полтора месяца у нас уже прошло. Они дадают акт, и по налоговому кодексу у нас есть еще месяц на возражение на акт. Соответственно, решение о доначислении в течение двух месяцев налоговой вынести практически нереально. И на сегодняшний день пока это, скажем, такой момент, когда законный, ну, не знаю, пробел, не пробел, но получается, что формально вы сдаете форму на ликвидацию, даже если при наличии, ну, желательно, конечно, чтобы и акта еще не было, вот, ну, судебная практика говорит о решении. То есть вы получили акт, сдали форму на ликвидацию, вам налоговую, конечно, откажем, но вы идете этот отказ отжаловать в суд. В суде суд смотрит формально. Налоговый орган не успел в течение двух месяцев, значит, что он сдал. Ну, то есть, если с вашей стороны нету злоупотребления, конечно, да, права, то есть, если у вас началась проверка, а потом вы начали ликвидацию, ну, тут все, это злоупотребление правом, тут, конечно, ни о чем говорить не приходится. Также, если вы, например, документы не предоставляли на проверку, тоже можно говорить о том, что вы злоупотребляли, да, правом. Ну, поэтому здесь есть ряд нюансов, но, в принципе, вот, если это будет актуально и нужно, просто можно будет судебную практику по этой части. Если посмотреть, без нее уже делать выводы, как бы, в каких случаях это реально работает. Значит, ну, в тех случаях, если все-таки у вас есть долги, вот, давайте, то тогда, значит, мы ликвидироваться можем только в рамках банкротства. Причем долги, вот у нас уголовная ответственность за неоплату налогов в Российской Федерации возникает при сумме налогов, неуплаченных с пенями совсем, 2 миллиона рублей. Соответственно, если сумма до 2 миллионов рублей, здесь еще уголовная ответственность не возникает. Можно в рамках банкротства, пожалуй, проводить процедуру закрытия. Значит, процедуру банкротства может иницировать как сам должник, так и кто-то из его кредиторов. Если долг составляет больше 100 тысяч рублей и просрочка больше, чем 3 месяца, и у кредитора есть судебное решение. Значит, но надо внимательнее быть при подкротстве, даже там, если вы сами себя подкротите, в каком смысле? У нас директоры, участники относятся к контролирующим лицам. То есть это те лица, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, к дополнительной ответственности по долгам общества. В каких случаях эта ответственность абсолютно 100% будет возникать? Эти изменения у нас, оказывается, действуют 2009 года, поэтому в практике она уже есть, но ее еще не так много. Вот, тем не менее, значит, если арбитражный управляющий для проведения процедуры банкротства, а он вынужден будет это сделать, неважно, вы ему платите или не вы ему платите, он это обязан будет сделать, иначе должность лишиться. Если он увидит сделки по выводу активов, например, сделки по продаже имущества по заниженной стоимости, там, аффилированным лицам в течение 3 лет до начала процедуры банкротства. Все, это подозрительная сделка, он ее оспаривает, выигрывает 100% оснований для привлечения к субсидиарке директора и участников, смотря кто эту сделку там совершал. Дальше. Если документы бухгалтерского учета переданы не в полном порядке, либо искажены, что невозможно установить наличие конкурсной массы, то есть невозможно установить вообще, какое имущество есть на предприятии, то тогда директор, контролирующий лицо, который обязан был вести бухгалтерский учет и сохранять все документы, он несет ответственность субсидиарно. Субсидиарно что это значит? Значит, сколько имущества не хватило на удовлетворение требований кредиторов, ну не знаю, на 5 миллионов было требований кредиторов, на миллион было имущество, 4 миллиона разница. Вот 4 миллиона взыскиваем из контролирующих лиц. Понятно? Вот сейчас это уже действует, как будет достаточно четко. Поэтому с банкротством не просто до сих пор еще разностранено. Многие некорректные рекламы, во-первых, есть. Многие юристы, где-то, может быть, начинающие, не в этой сфере, долго не работающие, они смотрят практику вот до 9-го года, на самом деле в банкроте можно было там с любым выводом, с чем угодно, да, а в 9-м году законодатель это увидел, отметил и, ну, скажем, запрет поставил. Но многие юристы еще предлагают это, не понимая вот этих последствий, которые можно увеличить. Поэтому надо здесь быть очень внимательным. Так, скачать этот результат можно вот у нас в сайте. Только размер уставного капитала. Ни вклады участников, ни чем формируется, ни у кого сколько процентов, ни кто конкретно является участником, ничего не пишем. А самих участников? Нет, не пишем. Не надо. Не надо. В ООО не надо, в ЗАО тоже не надо. А, в ЗАО мы единственное пишем участника, учредителя и акционера, если он один. Вот тогда в акционерном обществе мы. Вот это не обязательно, но можно указать? Можно, но тогда вам при каждой смене участников надо будет регистрировать изменение устава. Такое сейчас не требует. Предприятия потребительской кооперации относятся к... Некоммерческим лицам. Нет, нет. Да, ваш кодовый юридического адреса. Он всегда должен быть одинаковым с фактическим адресом? Значит, смотрите, у нас нету сейчас понятия юридический, фактический, почтовый, абонентки, в общем-то, все варианты. Он один, которому указан приезд. Риск неблагоприятных последствий за неполучение почтовой корреспонденты по юридическому адресу, ну, по адресу, который у каждого гривого, несет само предприятие. Например, какой риск? Суд вам отправил уведомление или решение суда на ваш юридический адрес. Вы не получили, вы срок не восстановите на обжалование. Налоговый орган вам решение о начале проверки отправил, на шестой день оно считается полученным. Вы не восстановите срок, если вы, например, его не получили. Контрагент вам претензию отправили, считается, что вы ее получили. Поэтому вы в своих договорах, бланках, на сайте можете писать еще тысячу отрисов. Вы можете писать нам абонентские ящики, но это будет касаться только ваших взаимоотношений с вашими контрагентами. Государственные органы будут отправлять официально, все официальные документы будут приходить вам на юридический адрес. Спасибо. Вы правильно поняли, то есть юридический адрес может быть тяжелое в помещениях? Да. И при вопросах челы? Нет ли никаких? Нет ограничений. Обособленное подразделение возникает, когда есть хоть одно рабочее место вне территории регистрации. Там есть специальная форма, вы уведомляете свою налоговую, что у вас появилось способное подразделение там, ну где-то в другом месте. Ваша налоговая, всю налоговую отправляют письмо, вы там его получаете, ну и все, и работаете. Например, кассовый аппарат можно ставить по месту нахожения пособленного подразделения, если у вас касса будет там использоваться. Не надо путать с фериалами и представительствами. Сериалы представительства могут быть, но они указываются у нас в устали, и там отдельный порядок от постановки на учет. А пособленные они в устали не указываются. У нас часто возникала такая ситуация, когда есть в составе участник, ну вот он, у него довольно-таки крупная доля, там 30-40%, то он просто не является, ну как бы не выполняет себя обязательством участников, пропал и исчез. И исключить, особенности по исключению. Значит, по исключению участников, я думаю, вот его можно исключить в тех случаях, если он не является на собрании, а его голос на этом собрании принципиально важен. У нас была практика, когда страховые компании должны были увеличить свой ультавный капитал. И у нас одна страховая компания, у них тоже был такой участник, а там у них по уставу было единогласно увеличение ультавного капитала. И вот у них был один участник, он и гарировал собрание. И, соответственно, он не пришел в собрание раз, не пришел два, а если до определенного срока не увеличило бы общий уставный капитал, это бы повлекло отзыв лицензии. Соответственно, в таком случае действия участника явно вредили общество. Это, безусловно, основание для исключения. Исключение участника в судебном порядке, с предъявлением отдельного иска, и вы должны доказать, что вот это его бездействие, оно мешает обществу. То есть оно реально мешает. Просто так, если что он не ходит, но без него могут быть тренинг решения, это не основание для исключения. Выплата доли этому участнику, то есть если он... Дивиденды, в смысле, если принимается решение о выплате дивидендов? Если он уходит из собрания участников? Нет, если он написал заявление о выходе, то вы... Если мы его исключаем... Вы его выплачиваете ему по тем же правилам, что при выходе. В каком виде должны выставить содержаться сведения о филиале? Веснательно, что просто филиал в городе таком-то. Можно в точном адресе, можно просто в городе. А если выставить будет предусмотрен, на что исключение у участника возможно, если он, например, в течение кого-то, не выполняет свои обязанности, тогда... Ну вот, нет, так это, как бы, в законе написано, если он не выполняет своих обязанностей. Давайте посмотрим. Вот просто нет такой обязанности являться на собрании. Есть обязанность участвовать в новом. Если, вот если без его голоса вы не можете принять решение, тогда это основание. Если же вы с этими 30% спокойно с них принимаете все решения простым большинством 70%, то тогда вы никогда не сможете его исключить. Нет, ну да, у нас четко было в законе прописано. Два года человек не появляется, не принимает участие. Нет, здесь такого нет. Но нужно прямо доказать, что его действия реально мешают действия. Конечно, я буду ставить предусмотрен, что он не принимает. Нет, я думаю, так не будет работать. Если вы встали предусмотрен дополнительную обязанность его, какую-то, например, что дополнительная обязанность всех участников присутствует на собраниях постоянно, можно попробовать потом. Но я пока не могу сказать, что это прямо собрание. Надо его оставить в украинском предприятии, пусть он там работает. С собой не правильно. Нет, ну сейчас таких участников дофига. Какого реально... Ну да, я думаю, у вас это будет очень актуально. Значит, по поводу исключения. Есть очень хорошие, сейчас реквизиты, правда, не скажу, но посмотрите, либо на сайте высшего армитражного суда, либо просто в интернете. Есть восстановление пленума высшего армитражного суда именно об исключении участников из общества. И там прям все вот прямо расписано, расписано. И еще есть статья Новоселовой. Любила Александровна, сейчас она председатель у нас суда по интеллектуальным правам, да, раньше судья высшего армитражного суда, она еще, как бы, еще детальнее там статья и была, но еще детальнее она расписывала, как бы вот это постановление комментировала. Но там очень хорошее установление, оно прямо на все вопросы там ответовано. Маленький вопросик. У нас в законе, ну, в Бритасском и в законе правительственного общества было указано, что выход, участник, который вышел из состава, размер доли определяется после финансового года. Да, у нас после финансового отчета. То есть это может быть квартал. Может быть год, может быть квартал, смотря какая у вас учетная политика, как часто вы формируете бухгалтерский отчет. Потому что на сегодняшний день налоговым органам мы сдаем бухгалтерскую отчетность раз в год. Но в компании, может быть, в учетной политике принято решение, что ежеквартально все равно он формируется. В рамках одного населенного пункта есть ли адрес? Если в рамках одного населенного пункта есть разделение на районы налоговые, например, ну вот у нас в городе Екатеринбурге 7 налоговых инспекций. И если я открываю филиал в другом районе города, я должна открыть обособление на подразделение. И порядок открытия обособления такой же, как и... Нет, вот я уже рассказывала, что вы в свою налоговую подаете заявление, что у вас есть обособка там-там, потом ваша налоговая в ту налоговую отправляет письмо, вы туда идете, через 10 дней получаете уведомление о постановке на учет обособленного подразделения. В рамках одного района у нас? В рамках одного района нет. Что произойдет процедура замены юридического адреса? Это регистрация изменения в учительном документе. То есть изменение в уставке, изменение в УКРУ. В отель 13-14-ю форму доверяет директор. Так, срок на регистрацию у нас 5 дней. Налоговая обязана регистрировать его изменения, создание 5 дней. В течение какого времени вы должны подать данный баланс? Смена адреса в течение 3 дней. Скажите, по обособленному подразделению ведется отдельный баланс? Не баланс, только по обособленному подразделению платится отдельный ряд налогов. Это НДФЛ, но баланса там отдельного нет. Да, это зарплата НДФЛ. Не-не-не-не, но она, конечно, вас есть все что и проверит, только по тем налогам, которые платятся в обособке. То есть это НДФЛ и часть прибыли. По важности юридического адреса. Знаете еще что? Значит, у нас налоговая, если вы не находитесь по юридическому адресу, она вправе написать письмо в банк. А как она установит? Просто ей письмо вернется, например, ваше, да? И она тогда основатель для вывода, что вы не находитесь по юридическому адресу. Налоговая делает вопрос в банк, в котором указывает, что данное предприятие не находится по юридическому адресу. Потому что банк обязан заблокировать ваш общежитный счет, либо вызвать вас для беседы. Вот. Плюс у нас есть еще на сайте налог.ру и на сайте ЦБ список адресов массовой регистрации и список предприятий, которые не находятся по своему юридическому адресу. ЦБ тоже периодически там смотрит, проверяет, не дай бог, как бы кто-то из его клиентов там окажется. Ой, не СБ, а банк. И тоже обязан, ну, какой будет, либо счет пресса на регистрации, либо вызвать редектора для, скажем, объяснений. Существенно так, трогано. Вы скажите, а как, допустим, государственные органы могут доказать, что они вручили мне письмо, если они не вручили? У нас в налоговом кодексе написано, что если отправили почту и вам решение, ну, вредка, например, на 6-й день читают и получат. Им не надо доказывать, что вы получили. А как я могу доказать, что я не получал? Это неважно. Вы должны обеспечить. Риск любоприятных последствий не получения почтовой корреспонденции по юридическому адресу несет предприятие. А оно может доказать, что они вручили? Они принесут квитанцию, что отправка. Но это заказные письма? Заказные. Нет, они, конечно, заказные. Ну, как бы... И как вам почтальон не донес это письмо? Неважно. Вы должны обеспечить получение корреспонденции по своему адресу. Если вы, конечно, здесь можно как? Если вы на почте найдете этого почтальона, он приедет в суд и скажет, да, на самом деле было письмо, я ему просто не донес, там заболел, потерял или еще что-то, тогда вы докажете, да. Ну, это... Заказные письма? Нет, заказные письма. Мы сами получаем, ходим на почту, нам приходят уведомления. Мне чаще всего заказные письма и отправляются, да. Практикуют и отправку, особенно суд, обычных письмом. Просто так. Суд, да, у нас тоже, даже суд отправят письма и отправляют. Это было у нас первое, по-моему... Иногда они, видимо, как-то делят, ну... Законом это не рекоментировано, скажем так. Первые семена ваши, ну, приезжали, ребята, и поговорили про электронные подписи, существование каких-то систем электронных по вот такому документообороту. Да, есть такие... Там, например, обмен электронными документами возможен, но и сдача, например, электронной отчетности, и, соответственно... Насколько обязательно, ну, для государства, или с вами учреждения? Нет, нет, обязательности пока нет. Но, единственное, вот, по интернет-отчетности, да... Нет, отчетность непонятна. Там есть. Нет, между предприятиями и нет такого нет.